Подготовься, опусти, разгони, закончи. Первое, что мы делаем, готовимся. Какие задачи при подготовке? Первое, нам необходимо отвести ракетку на определенное расстояние, для того, чтобы она имела возможность разогнаться на этом пути. Расстояние имеется ввиду от точки конечной замаха до места будущего соударения. Второе, нам необходимо поставить тело таким образом, чтобы все наши звенья были готовы разогнать ракетку максимально сильно. То есть, чтобы наше тело имело возможность эффективно управлять разгоном ракетки. Две задачи. Отвести ракетку, подготовить тело. Как это сделать? Два движения. Первое движение. Нам необходимо поднять руки вверх. При этом, это именно первое движение, которое я советую делать. Потому что в процессе практики я замечаю очень часто одну и ту же ошибку у людей, когда они руки не успели подготовить, а ноги успели подготовить. Как это выражается? Это выражается в том, что они идут к мячу, а руками делают движение поздно. Что получается как следствие? Мало времени для того, чтобы ракетку опустить и разогнать. Поэтому они не опускают, а отсюда сразу же ведут ее вперед. От этого слабое вращение мяча, либо вообще резанный удар. То есть, удар с обратным вращением. То есть, люди не имеют возможности снизу ракетку разогнать вверх, потому что они ее просто не успевают опустить. Предотвращая эту ошибку, я советую вам начинать подготовку с движения рук вверх. Если вы руки поднимете вверх, а ногами разогнетесь в сторону, то ваша ракетка отойдет вбок. Как раз то, что нам необходимо. На данном этапе, то есть, при начальной подготовке, в начале обучения теннису, я не советую вам вращаться корпусом. Это достаточно сложное движение для новичка. Необходимо сделать при подготовке всего два движения. Первое. Поднимание рук, как я уже сказал. И второе. Это поворот на ногах. Поворот на ногах осуществляется следующим образом. Вы просто берете и ставите ноги коленями в сторону. Если вы правша, то естественно вправо, если вы левша, то естественно влево. Показываю, как должна выглядеть подготовка к удару справа, у правши и у левши, если корт находится там. Это для левши. Это для правши. Вообще, когда вы научитесь делать первое движение руками, у вас получится так, что одновременно будут подниматься руки и разворачиваться ноги. Но для того, чтобы это получилось, вам нужно следить за руками в первую очередь. Практика показывает, что ногами развернуться не так сложно, а руки постоянно опаздывают. Но для того, чтобы хорошо разогнать ракетку, мало просто развернуться ногами в сторону. Нам еще необходимо поставить их устойчиво. Для чего? Для того, чтобы на протяжении дальнейших фаз мы обеспечили равновесие нашего тела. Как это сделать? Представьте, что на вашей половине площадки проведена диагональ. И именно по этой диагонали вам необходимо поставить ноги. Ноги становятся не по линии вперед-назад, не по линии влево-вправо, а они становятся именно по диагонали. Вы можете легко проверить свою устойчивость. Покачайтесь влево-вправо, покачайтесь вперед-назад. Насколько вы себя хорошо, устойчиво ощущаете на площадке. Если одна из ног у вас отрывается от пола, то вы стоите неустойчиво.